Салют, друзья! Вы на канале Морсклуб, канал дегустации алкогольных напитков и не только. И сегодня у нас это Кирюха. Кирилл, всем привет. Привет. Итак, расскажи, почему сегодня на столе вот это? Потому что мы решили принять участие в конкурсе Сталика Ханкишиева, который предложил придумать блюдо оригинальное. Это блюдо я придумал по дороге к тебе. Это блюдо я ни разу не готов. Это мой первый раз. Это премьера. Так, Сталик Ханкишиев, ну что же его не знает. Сейчас оператор крупным планом показывает, что у нас получилось. Ну и сейчас, дорогие друзья, дорогие друзья, сейчас мы покажем, как эта Кирюха все готовилась. Честно говоря, я кулинарный какой. Итак, для приготовления блюда нам понадобятся филе индейки, шейка говядины, брусника, клюква, яблоки антоновка и лаваш. Берем индейку и режем средними порционными кусками. А теперь мы нарезаем говядину. Берем антоновку, вычищаем из нее косточки все и нарезаем вот такими вот кусочками. Мы все порезали. Теперь мы идем к казану готовить мясо. Он у нас уже разогрет. Добавляем в сухой казан смеси из рыб, кориандра, базилика, кинзы и перца. Когда у нас специи дали запах, мы заливаем подсолнечное масло. Где-то грамм 400, не больше. Итак, в кипящее масло разогретое мы кладем индейку и жарим ее где-то порядка 3-5 минут, чтобы мясо запечаталось. У нас индейка прожарилась, мы ее аккуратно достаем, сливаем масло. После того, как мы выложим индейку, мы даем маслу еще раз нагреться. Теперь мы закладываем говядину. В пропорциях у нас получилось где-то около килограмма индейки и 1,3 кг говядины. Итак, мы это все положили и обжариваем. Мясо у нас запечаталось и мы его достаем из казана. Масло все аккуратно сливаем, масло нам понадобится. Мы помыли казан. Слили ароматное масло. Остудив его, мы добавляем немножко это дело в казан. Налили масло в казан. Взяли кисточку и кисточкой аккуратно смазываем стенки казана. Первый лавашик мы аккуратненько погружаем в казан. Чуть-чуть добавили маслица. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. И теперь мы начинаем аккуратно сюда выкладывать мясо. Это дело надо посолить. Достаточно. Теперь это дело мы пересыпаем брусникой с клюквой. Разравниваем ровным слоем. Теперь мы берем индейку и закладываем индейку. Посолили. Засыпали яблоками. Яблоки у нас антоновка. Кладем кусочек сливочного масла. Берем лавашик и положим сюда лавровые релистики, привезенные из солнечной Грузии. И немножко тушистого перчика. И ставим в духовку на 40 минут. Запах непередаваемый. Ах, мясо пошло. Смотрите, как все аккуратно запечаталось. Здесь сок. И мы теперь аккуратно делаем надрезы. Итак, ребята, мы это разрезали. Аккуратно раздвинули. Ребята, вот смотрите, как это красиво. Да, процесс был нелегким и очень сложно. Честно говоря, я бы, наверное, на такой подвиг не смог бы пойти. Давай продегустим и специально. Но какое же вкуснячее блюдо можно без... Хорошей рекламы. Да. Именно для этого конкурса мы решили открыть бочка, которая у меня 10-литровая бочка. Она простояла целый год. Здесь виноградный дистиллят. Сейчас мы по соточке. Слушай, ну у нас тут двойная примера. Да. Первое – это блюдо, второе – твой напиток. Слушай, а как называется это название? Ты думал своему блюду? У меня было несколько вариантов. Так. Первое – мясо староскольское по-московски. Мясо белгородское по-сходнински. Я не знаю, как это назвать. Дорогие наши подписчики, если вы хотите, чтобы канал «Морской» выиграл в конкурсе Сталика Ханкишиева, поставьте много-много лайков и напишите название. Ребята, все равно делось, равно делось. Итак, давай по соточке. Ролик должен быть не больше 10 минут, и поэтому будем предельно... Вот здесь два мяса, кстати, ребята. Я возьму индейку, там яблочко внизу. Ну давай, за здоровье Сталика и за наш выигрыш в этом манглосе. Потому что Сталик молодец, что придумал такой конкурс. И мы молодцы, не фига себе. Вот как тебе годовалая? Прекрасно. Прекрасно. Ну и теперь попробуем мясо. Ну, понятно, что каждый сельчок – свой шесток. Оригинальный. А почему именно такие яблоки? Брусника и что там еще? Клюва. Клюва и яблоко Антоновка. Почему именно? Это сезонный продукт. Угу. Мы используем наши сезонные продукты. То, что растет у нас здесь. Нам не надо там заморозки. Антоновка растет у нас. Клюву гусеников в наших лесах. Поэтому это сезонный продукт. Наш любимый. Теперь попробуем второе мясо. Это говядина. Попробуй. Слушай, ну выглядит вообще фантастически. Да. Знаешь, мы должны выиграть в этом конкурсе. Мы только по внешнему виду на это блюдо. Ммм. Говядина. Говядина даже вкуснее. Да? Да, честно. Ну, это мое личное мнение. Кусочек у ваша. Обратите внимание, он питал яйцо. Ну да. Тут очень много, кстати, универсальность этого блюда в том, что здесь для вегетарианцев. Пожалуйста, я подозреваю. Да. Давай. Ну что. За нашу победу. Спасибо друзьям. Пейте меньше, пейте ответственно. Пейте с умом. Берите себя и своих близких. И... Готовьте с душой. Да. Пейте с друзьями. Готовьте с душой. Ну и мы надеемся, что мы победим. За победу. Да. До новых встреч. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok